Выращивать цветы сегодня одно из самых любимых занятий Софьи Сергеевны. А 73 года назад она лихо скакала на коне прямо в тыл к немецким захватчикам. Родители умерли, когда Софье было три года. Воспитывали дух, дедушка и советская власть. В 17 лет отправилась добровольцем на фронт. В знаменитый четвертый кубанский казачий кавалерийский полк радисткой. На польской границе меня запеленговали. Я как раз очень большой телеграмму лежа на палатке передавала. Она была большая, а мне нельзя было так делать. Меня сразу засекли. Меня тяжело ранило. Благодаря своим однополчанам и со взвода связи они меня вынесли. А сзади кричат немцы, сдавайтесь. Но казаки не сдаются. Десять дней в тылу с ранением, потом госпиталь, шесть операций и снова на фронт. Ленинградский. Война ведь это большая машина. И каждый человек винтик в этой машине. Вернуться домой удалось только в октябре 45-го. А вот оправиться после тяжелых событий через пять лет. В 1955-м Софья Сергеевна закончила Киевский государственный университет. И всю жизнь преподавала историю школьникам. Ту самую историю, которая происходила и на ее глазах. 19 октября Софья Сергеевне исполнилось 90-е. Поздравить маму приехала из Соединенных Штатов дочь Ирина. Пока мама жива, значит ты не сирота. Она меня греет, согревает мою душу, сердце. Она всегда поддерживает, всегда скажет советы, добрые слова. Всегда прощает за все. Всегда ждет. Ты знаешь, что это мама, это твой дом. Мамочка дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Софья Сергеевна по-прежнему на коне. Освоила компьютер, интернет и даже скайп, по которому общается с детьми и внуками, друзьями и бывшими учениками. Она никогда не пропускает выпуск новостей, чтобы точно быть уверенной, что отвоеванный мир продолжается.